Всем привет! Мы продолжаем проходить диск Элизиум, но и в прошлый раз, как вы помните, мы с вами сознались, что как бы, ой, беда, беда, мы потеряли удостоверение и наш пистолет. В результате какого-то сильного технологического воздействия Тартар треснул словно яичная скорлупа. Похоже, эти повреждения могли появиться в результате землетрясения. Может, на эту площадь напало какое-то морское чудовище? Хм, хорошая мысль. Древний фонтан, вода больше не подается, теперь в нем растет дерево. А давайте-ка мы с вами все... О, а ты кто? А ты кто? Поговорим? РГМ в Мартинзе. Поднимает на тебя глаза девушка. Чем могу служить? Ты удивлена? Просто у нас тут редко бывает полиция. У меня есть несколько вопросов. Разумеется. Чем могу помочь? Нам нужно узнать дорогу. Конечно. Куда вам нужно? Я еще мертвеца. А это... Она показывает на север. Вот, прямо там, во дворе. Она рада, что кто-то наконец-то за ним пришел. Для нее это большое облегчение. Спасибо, пока что это все. Пожалуйста. Кивает она, смахивая прилипший к щеке комочек земли. А нахер полицию? Что это значит? Что, простите? Непонимающе смотрит на тебя. Она... Ей неприятно. Может, не стоит задавать ей эти вопросы? На знаке написано нахер полицию. А? Она вытягивает шею. Но я этого не писал. Я тут просто сижу. А что насчет другого знака? Дал и мусоров. Что это еще за мусора? Про это я тоже ничего не знаю. Я же говорю, что я их не писал. Мусор. Повсеместное распространенное сленговое название полицейских. Имеет негативную коннотацию. Не волнуйтесь, вмешивается лейтенант. Мы не говорим, что это вы. Но вот я и не писала. Она откидывается назад, расслабившись. Кто ты такая? Я... Да я просто садовница. Здорово. И что ты здесь делаешь? Работаю. Над чем? У меня там теплица во дворе. Показывает она через плечо. Вот. Хотела там кое-что поделать, но... Ей неловко. Она прервала предложение на середине. Продолжай. Все нормально. Как вы уже знаете, там труп. Болтается на дереве и ужасного нет. Приходится делать перерывы. Не волнуйтесь. Мы здесь, чтобы навести порядок. Скоро вы сможете вернуться к работе. Спасибо. Спасибо. Вежливо улыбается она. А то все время приходится с Олей нюхать. Голова уже раскалывается. Мне пора бежать. Конечно. Не буду вас задерживать. Она вытирает лоб рукой в канареечно-желтые перчатки. Ее перчатки. Предчувствие подсказывает, что они тебе понадобятся. Те еще с мертвым телом возиться, в конце концов. А еще кое-что. Можно одолжить твои перчатки? Да, конечно. Она без заминки протягивает тебе резиновые перчатки. Можете себя оставить. У меня еще пара есть. Спасибо. Вот. Совсем другое дело. Давайте-ка модные перчатки наденем. Вот. Теперь мы можем здороваться с кем угодно за руку. И нам будет совершенно пофиг на них. Ты. Кто миллион? Я простак. Охотник, собиратель, смелый, странник. Бормочет себе под нос мужчина, делая акцент на ритме. Небольшая ритмичная зарисовка. Похоже, он придумывает на ходу. Закон это я. Без всякого сомнения, чувак. Согласно кивает он. Что тут происходит? Затор, чувак. Он с широким жестом показывает на скопище грузовиков. Затор? Что это? Пробка подобной, которой еще не было на нашем веку. Ворота в порт дальше по улице закрыты и не открываются. Никто ничего не объясняет. Рабочие бастуют. Антистачники орут. В общем, полный пиздец. А, мы застряли тут, в этом лимбе для дальнобойщиков. Это длится, длится. Он глядит на дорогу на юге и длится. И сколько ты уже торчишь? Ощущение уже такое, что всю жизнь. Как будто я родился на этом перекрестке и ничего кроме него не видел. Лишь я, металл и шины. Масло на авто. Можешь повторить, только на этот раз без выкрутасов. Критиком быть просто приятен. Отмахиваться над тебя. Это нормально. В общем, я тут уже целую неделю. А, так что тебе нужно? А у тебя есть покурить? Не, я не курю. Он кивает головой на большой грузовик за его спиной. Но другие водители курят. Еще осталось несколько человек. Ждут, когда затор рассосется. Ну или когда смерть придет и избавит их от мучений. Да, с этим утверждением все в порядке. Твоим чувствам нечего добавить. Тебе придется поспрашивать в округе. Ладно, поспрашиваю в округе. Еще можешь заглянуть в ларек дальше по улице. Он показывает сторону порта. Фритто, стримятое. Ревошоль странный. У тебя не найдется мелочи для рабочего класса? А? Поднимается он, сполошившись от неожиданно свалившихся на него финансовых обязательств. Не, нет денег у меня нет. А они нам не платят за незаконченную работу. Они? Кто они? Начальство, чувак. Справедливо. Сначала работа, потом оплата. Справедливо, а по-моему, это полный отстой. А ты знаешь что-нибудь о мертвеце? О том, что болтается за гостиницей? Он не из водителей, я точно знаю. Шофера все на месте. А так я особо не интересовался. Я торчу тут, теряя время и виду бурную деятельность. Он не солгал, тут сразу видно правду. От мрачника он держится подальше. Деятельность какую? Анализирую фундаментальные структурные психологические последствия прозябания посреди моря грузовиков и их унылых и подавленных шоферов. И к какому-то пришел выводу. Удивительно, что на деревьях больше тропов не болтается. А расскажи побольше про эту забастовку. Ну, это то, что сейчас в доках происходит. Рабочие перекрыли проход, забаррикадировались, выдвинули требования. Никого не впускают и не выпускают. И что требует профсоюз? Я слышал что-то совсем безумное. Что-то вроде нового огромного подъемного крана и половинок компании. Точно не помню. Ну, удачи им, наверное. Говорят еще, что в городе сейчас сотрудница компании, типа переговорщица с бастующими. Она точно знает, чем дело, что они хотят и так далее. Да, верно. Из Wild Pines делает памятку. Не сомневаюсь, что мы скоро встретимся. Как думаешь, что хочет компания? Компания хочет, чтобы деньги шли, чувак. Он имитирует звонка своего аппарата. Что-то еще мне хочешь рассказать? Что-то еще? Он задумывается. Ну, на самом деле, я же в этом не разбираюсь. Просто делаю свою работу и беру деньги. У меня есть дела, которые нужно сделать, и места, куда надо попасть. Как и у всех. Ну, у всех кого? У всех нас, шоферов-грузовиков. Комюнерс. Ко-кто решил остаться здесь и дождаться, пока бардак закончится. Но большинство разбрелось, кто напиться, кто заторчать или потрахаться. Он нелегко улыбается. Впрочем, не могу их винить. А ты сам-то что? Я не по этим делам. Гоняться за мимолетными удовольствиями – такая морока. Я теперь предпочитаю наблюдения. Думать, рефлексировать, подмечать. Он глядит на горизонт, и в его глазах виден он близк чего-то. Но что может быть лучше, чем гоняться за мимолетными удовольствиями? Чем мимолетнее, тем лучше. Когда одно удовольствие заканчивается, можно перейти к следующему. А что именно ты перевозишь? А, да всякую ерунду, первоклассные наркотики, нелегальное оружие. Надо его арестовать? Ну ладно, а что на самом деле ты перевозишь? Вижу, на шутке ты не ведешься, ухмыляет сон. У меня тут очередной груз от фаун. В основном спортивные товары, тренировочные костюмы и все такое прочее. Их обычно отправляют в град и акцидент. Хотя в последнее время мы активно осваиваем Ильдамарадский рынок. А, но у меня есть еще вопрос. А хотя, можно мне один тренировочный костюм из груза фаун? Мы с тобой, конечно, друзья, но я не могу просто так раздавать из грузовика товары. Начальство не обрадуется. Это твоя машина у тебя за спиной? Это ласточка. Показывает он большим пальцем за спину. Ага, она как сыпь, от которой никак не избавишься. А что такое? Интересуешься тяжелой техникой? Да, грузовики классные. Классные, чтобы перевозить большие грузы на дальнее расстояние. А то ведь детишки Ваамрао и Лерамбюрди ждут не дождутся своих спортивных костюмов. Вот опять нотки грусти за внешним спокойствием. Он думает, что слишком уж много времени проводит за рулем грузовика. А, ну у меня есть еще вопросы. Человек ритмично поступивает по пальцам... Пальцами по руке. Эмпатия опасна. Что ты видишь ее в глазах? Давайте попробуем. И... Спокойно, не заходи слишком далеко. Кажется, это что-то личное. Парень, у тебя печальный вид. Что с тобой такое? А ты действительно закон, да? Наверное, такая наблюдательность и бесцеремонное любопытство неотъемлемая часть твоей профессии, но... Приятному общению это не способствует. Может, не стало переть напролом? Черт, это сложное дело заглянуть другому в глаза и не облажаться. Что ж, хорошо поговорили, пора хватить... Пока хватит. Бывай. Он отдает тебе честь двумя пальцами. О, у нас новый друг. Ну, условно. Чего-нибудь тут есть? О! Тут что-то таки есть. Ой, девочка прям как в JRPG. Ну, три бутылки. Их можно было бы собрать, будь от тебя, пакет. Здорово. Мы теперь будем пакеты собирать. А Рю Де Сен Гислен 8 Байк. А тут? Домофон? Стали домофон со списком всех компаний торгового центра Восточная Дельта и кнопками для вызова. А, нам ничего не надо пока. Окно починить, конечно, но... Там были окна 24, кстати. Ну что, сад? Сад где-то здесь? О, пацанчик. А-а-а-а... Ты точно здесь это место? Друг? Куно в порядке! Мальчику, швыряющему камни в труп, явно не больше 12. Если можно говорить, что дети бывают уродливыми, то вот тебе самый подходящий образец. Его родство почти можно назвать изысканным, как у Гремлина. Вот так. Куно, на пакумпи, кричит девочка из-за забора. На пару слов, пацан, по полицейскому делу. Прям в хер, Куно! Попади ему прям в хер! Дети не обращают на тебя никакого внимания. Пидоры любят в хер! Пацан изрядно потеет. Его глаза, как две маленькие черные дыры, а челюсть дергается, словно он пытается высвать бодица из оков своего тела. Хватит кидаться камнями на моем месте преступления. Бэйби, этого пидора, Куно! Да, прямо в ебыч! Они не замечают тебя или делают вид, что не замечают. Пидор обосрался! Грабли, Куно! Издани его граблями! Куно, в душе не ебет, что такое грабли! Куно же не огородник! Ким, что мы будем делать? Мы не будем делать ничего. Я не готов играть с такими силами. Я понимаю о чем-то, но у нас не особо есть выбор. Вы, главное, не давите, говорит он с осторожностью, которая может показаться излишней. Вы двойняшки, ребят? Ты че не изюаш? Он бросает очередной камень. Он назвал нас пидорами, Куно. Он говорит, будто мы друг с другом коримся. Слушай, у меня к тебе пара вопросов. Ну, давай! Выпячивает он подбородок. Повесели, Куно! Выкладывай, че там у тебя есть! Че там у тебя, че там у тебя, че там у тебя есть! А что ты знаешь об этом трупе? Ну, что говномусор, что у тебя за вопросы? Не говори мусору ни хрена, Куно. Ким, помоги мне, что мы хотим узнать? Если бы я хотел зря потерять время, а я не хочу, то спросил бы, кто он такой, как он сюда попал, ну и обычное. Знаешь, кто это был? Это Кунор, ебле раб. Он поднимает камень. Мишень, втери Куно. Знаешь, как он попал на дерево? Сам забрался, наверное. Когда тут эта хрень случилась, Куно по делам шастал. Так ты видел, как это случилось? Ты слышал, что сказал Куно? Куно вообще был не в Мартинезе и даже не в Ревашоле. Гордо задирает он нос. Куно не торчит за холустье. Понятно, ну и где ж ты был? Не знаю, в какой-то... Бля! Он оглядывается, пытаясь что-нибудь придумать. В Меске или, ну не знаю, еще где-то. Найт-Сити. Куно был в ебаном Найт-Сити. С учетом того, что другое прохождение игры на канале это Киберпанк, это неплохо. А где находится Найт-Сити? Куно выдает только ту инфу, которую надо знать. А тебе не надо. Он шмыгает носом. Труп АК мочканул не Куно, если ты об этом. Ты видел в округе что-нибудь подозрительное? Да, два каких-то мусора в мусоре копаются. Куно это кажется пиздец каким подозрительным. Да скажи этому, Фагарри, Куно. Вернемся к этому позже, а пока давай сменим тему. Ты испытываешь терпение, Куно? Отвали, пидор! Насчет места преступления. Вы часто играете на этом дворе? Да, мусор. Тут Куно играет со своей деревянной бибикой. Тебе-то хули. В будущем у меня могут быть еще вопросы, а пока давай сменим тему. Да Куно вообще похуй. Он сплевывает через плечо и снова смотрит на тебя. А я должен спросить, кто такой Куно? Куно это Куно-мусор. Мальчишка показывает на себя двумя большими пальцами. Выходит, ты говоришь о себе в третьем лице? Ты кого, блядь, третьим лицом назвал? Куно это первое лицо. Он не понял о чем ты, но явно гордится своим ответом. А когда он отвлекается на тебя, из-за забора доносится злобное шипение. Шухер, Куно, он тебе зубы заговаривает? Че как схватит? Существо с забором начинает верещать пронзительно и яростно, как пожарная тревога. Детский голос, кричащий в сторону выходящих во двор окон, становится громче. На помощь! Мусора взяли Куно, помогите, насилуют! Помогите! Присоединяется мальчик. Он схватил Куно, помогите! Просто ответь на вопросы. Помогите, уже хуй достает! Нагнетай Куно, он достал хер, тебе страшно! Мусора, пытаются, пытают Куно, кто-нибудь, помогите! Он кричит в полную силу, и ветер разносит его слова по всему Мартинезу. Ну, что ж, грубая сила, у нас есть равные шансы хоть какие-то. Но... А? Фейл? Йо! Хороший мы коп! Ах! Ты не смог его вырубить. Твой толстый кулак не попал в цель. Наоборот, он увлек тебя за собой и повалил на землю. Ничего не говорить, попробовать сдержаться. А Мусор пытается не расплакаться, охуеть! Куно не верится, он ошеломлен так, будто... Он ошеломлен так, будто понял, что обрел суперспособности. Неужели никто больше не остановит Куно? А Куно думал, что в тебе что-то есть, Мусор. Что ж случилось, Куно теперь что угодно может творить? Его трясет от удовольствия, как будто сила, которую ты ему дал, не помещается и выплескивается из тела. Весь этот цирк был для того, чтобы установить над тобой превосходство. Можно смело сказать, что ему это удалось? Разъебал тебе плечо, разъебал тебе коленку, разъебал тебя всего, жирный! Существо с забором шипит, как бомба с горящим шнуром этого взорваться от удовольствия. А-а-а... Ким, помоги подняться. Нет. Да-да, посмейся. Давай просто вернемся к делу. Поднимаемся. Оф. Че-то нам на броски не везет категорически. Хе-хе. Куно мента приходовал. Пацан смеется так, что слезы текут по его уснутчатым щекам. Выбил тебе колено, нахуй! Я говорил вам не играть с этими силами. Раздражение в его голосе направлено на тебя, а не на гремленов. А теперь, как насчет того, чтобы заняться чем-то на благо общества? Завершаем беседу. Че за мысль? Воняет протухшим мясом и скисшим молоком, разлагающийся человеческой плотью. Не все фразы, к сожалению, влезают. Буква Р украшена короной. Ниже надпись на ленте. Свет над погружением. А с девчурой можем поговорить? Куно, мусор ко мне подбирается. Шипит она. Наверное, хочет выведать мои секреты. Подойдем на шаг ближе. Похоже, мне пора сваливать, Куно. Мусора меня решили повязать. Я просто хотел задать несколько вопросов. Подходим на шаг ближе. Меня надолго упекут, Куно. Дадут пожизненное. Что тут творится? Какого хера ты пытаешься провернуть мусор? Эй, ты за забором. Ты ко мне не лезь. У меня руки в крови. И шапочка опускается еще ниже. И вообще, меня тут нет, мусор. Ты меня не видишь. Ты все еще видишь торчащую из-за забора макушку ее шапки. Понятненько. Так, ну, это тепличка, правильно? Кто-то пытается выращивать травы в теплице. Так. Мы, в принципе, да, игнорим трупака. Пока что. Подъемный механизм ржавеет уже не первый год. А тут что? Ээ, куда ты? О! Смотрите-ка, дверь. Ну, пока что нам, наверное, эта дверь не нужна. Посмотрим, что вот здесь за мысль на дереве. Построенная для детей лестница сильно шатается, но забраться по ней можно. Эту лестницу построили для детей. Она не выдержит вес взрослого человека. Труп смотрит на тебя своими выпущенными белыми глазами. Лицо, на котором эти глаза расположены, не выглядит человеческим. Оно раздулось и готово вот-вот взорваться. Губы, как две рыбины, а язык затыкает рот, словно кляфт. Улыбаешься на том, что задерживает дыхание. Смотрим вниз. Его шея повернута под неестественным углом в петле грузового ремня. Висящее на этой шее тело выглядит одеревеневшим. Оно испускает просто безбожную гнилостную вонь. Ты зажимаешь нос, но это не помогает. Господи, что это? Почему это так ужасно? Активное разложение. Лейтенант прижимает к носу кулачок белой ткани. Офицер, если вас вырвет, ничего страшного. Вас за это никто не осудит. Ха, он сейчас блеванет, куна, коп блеванет. Ну, попытаемся. Зажать нос и не сблевать. О, у нас бросок, кстати, был 10 при этом. Вонь просто тошнотворная. Она проникает тебе в рот. Гораздо стремит мне без церемонии. А чем ты ожидал? Не просто вонь, а настоящая лихорадка. Она заполняет разум, омывая тебя изнутри. Ну, блюем, выплескиваем все из себя. Давайте. Понеслась. О, украсим местечко это. Заодно, может, чуть похмелье отступит. Ты чувствуешь, как чудовищная сила скручивает твой живот. Тело кортится в спазмах, выталкивая вонь наружу. Толчок за толчком. И вот у тебя под ногами уже лужа болевотина, а горло саднит от желудочного сока. Гребаный труп. Лейтенант протягивает тебе клетчатый синий платок. Оставьте у себя. Спасибо. Вытираем рот. В таком похмелье с этим явно тяжелее справляться. Пригодился бы нашатырный спирт. Он прочищает разум. Хорошо, а где достать нашатырный спирт? Та девушка-садовница вспоминала, что принимает нюхательные соли, чтобы справиться с запахом. Он кивает в сторону площади. Но если у нее больше нет, можно спросить во фритте поблизости. Если у вас будет нашатырный спирт, сложность проверки стойкости изменится. Такие модификаторы делают проверки проще и позволяют выполнять их снова. Ладно, тогда уходим. А вот здесь что? Все-таки там какая-то дверь была. Я бы ее осмотрел. Ничем не примечтательное награждение кровельного материала. Из вечнита. Что это? Ничего особенного. Просто кто-то свалил кучу материала возле старой хижины. Ага. Ну, попробуем. Почему я пелюсь на кучу кровельного материала? Потому что все уложено тщательно, аккуратно. Глаз не нарадуется. Ритмические рисунки успокаивают разум. Млекопитающие обожают такие вещи. Нет, тут что-то еще. У тебя какое-то странное чувство. Какое чувство? Сложно сказать. Оно уже прошло. Чувства проходят, знаешь ли. Особенно незначительные. Угу. Сюда мы попасть, видимо, с этой стороны не можем. Тогда давайте поспрашаем у девчули насчет нашатыря. Может, действительно, она сможет помочь. А может быть, придется фигачить очень далеко. Что у нас тут? Ммм, да. У садовницы или в магазине фрица надо добыть. Оп. Ну что, девчонки? Снова дождит. Девушка смотрит затянутая тучами неба. Еще час назад было ясно. А у тебя остались еще твои соли. Можешь мне отсыпать? Конечно. Мне, пожалуй, хватит. Она достает небольшую капсулу из кармана на груди и протягивает тебе. Полегче с этой дрянью. У меня от нее ужасно разболелась голова. Мне пора бежать. Супер. Достали соли. Соли, миксы и так далее. Ну, кажется, у нас будет шанс осмотреть тело. Очень странно. Игра подгружает другие экраны. Вы видите, она куском сдвинутым. Это что-то меня смущает. Так, ну что. Еще раз. Разжимаем нос и пытаемся сдержать рвотный порыв. Нашатырным спиртом становится только хуже. От этого сочетания ароматов у тебя на глазах наворачиваются слезы. Тебе удается сдержаться. Но только поначалу. Ну, стругать так стругать, че уж. Когда ты заканчиваешь блевать, твои щеки мокрые от слез. Нашатырный спирт вообще не помог. Как не помогает и ветер. Лейтенант ритмично похлопывает тебя по спине. Этот жест приобретает... А, приободряет тебя и добавляет уверенности. Как амбразура в неприступной крепости. Хлоп, хлоп, хлоп. Мне доводилось видеть, как сильных людей часами выворачивало наизнанку. Это и так тяжело, а с амбстинентным синдромом еще хуже. Дерьмо собачье. Я больше не хочу этим заниматься. Не хочу быть полицейским. Хорошо, вы высказались. Вам необходимо было это озвучить. А теперь, когда вы это сделали, он убирает руку с твоей спины и смотрит тебе в глаза. Вам нужно собраться. Но я и так уже собрался. Увы, но нет офицеров. Так. Нам нужно поговорить с местными, и заняться чем-то другим, пока ветер не переменится. Сейчас он очень усложняет задачу. Пост появилась новая мысль. Когда этот диалог закончится, откройте шкафчик мыслей и выберите мысль, чтобы обдумать ее. Погуляем полчасика. Вы возьмете себя в руки, а затем мы вернемся, чтобы попробовать снова. Уходим. Что ж, шкафчик мыслей. Тряпка собирательства. А вот эта мысль у нас как думается. Шесть часов пять минут. Долго думается. Ты тряпка. И это ни к лицу ни полицейского, ни человеческому существу в целом. Тряпке належит прежде всего собраться. Привести в порядок эту мягкую расхлябанную массу. Чтобы вывести себя из состояния тряпки, собери яйца в кулак и держи не менее 30 минут. А потом сделай нечто подобное с полушариями своего мозга. Поговори с людьми, вдруг поможет. А, мы можем несколько мыслей мыслить. Вот оно чё. А чё ж я это? Так, а здесь что? Какие-то улики, да? В грязи можно различить отпечатки обуви. Следы нескольких человек от 6 до 12. Что за обувь? Тяжелые рабочие ботинки с укрепленными носками и подбитыми гвоздями подошвами. Весь двор покрыт их отпечатками. Такие, вероятно, носят фабричные рабочие. Лейтенант, следы рабочих ботинок. Указываем на следы. Понял. Лейтенант достает свой маленький блокнот. Ну, визуальный анализ. Давайте посчитаем точно. Может, больше 12? Нет, 8 пар ботинок оставили следы вблизи. Осматриваем каждый след в отдельности. Типовые рабочие ботинки. Носки с остальными набойками. 46 размер. Типовые рабочие ботинки. Ботинки. 44 размер. Подбитые гвоздями рабочие ботинки. 43 размер. 45 или 6. Погоди, это которые? Ты не знаешь. Это чудо, что ты вообще можешь отличить один след от другого. Наверное, из-за холода они хорошо сохранились. Считаем дальше. Еще одни типовые рабочие ботинки и носки с остальными набойками. 44 размер. А вот что-то необычное. След очень легкий. Ровный шаг. Ботинки такие же, только размер 41. Мужской след или женский? Сложно сказать. Это мог быть и подросток. Уступ неочевидный. Подросток с 41 размером? Лыжник, блин. А у меня отлично получается, да? У тебя неплохо получается. Мир вокруг будто темнеет. Все покрывается тонкой пленкой незначительности. А следы горят в центре. В каком-то смысле это даже красиво. Считаем остальные. 46 размер. О, он в два раза глубже, чем все остальные. Его оставил кто-то весом более 200 кило. Еще один типовой рабочий ботинок 44 размера. Однако отпечатки отличаются. Правая подошва гораздо более изношенная и гладкая. И сколько? Лейтенант все это время внимательно следил за движениями твоих глаз. 8. Ну, значит, я серьезно обсчитался. У меня получилось 20. Здесь есть повторяющиеся следы. Люди ходили туда-сюда. У меня это никогда не получалось. Дальнозоркость. Он указывает на свои очки. Видите ли что-нибудь необычное? Легкий след. 41 размер. Указываем. Женщина или ребенок. Вероятно, женщина. Так. И откуда вы знаете? Он знает, что по следам трудно определить пол. А, я не принимаю наркотики. Понятно. Еще что-нибудь. Тяжелый след. Вес в 200 килограммов. Указываем на него. 200 килограммов? Он на секунду задумывается. А возможно ли такое, что это был вес двух людей, один нес другого связанного? Например, совместный вес крепко сбитого рабочего и настолько же крепко сбитого обреченного на смерть человека? Возможно, он прав. Вес в 200 килограммовый вес – это перебор. А, один из них нес его на себе. Возможно, возможно. Лейтенант что-то отмечает в своем блокноте. Несоответствие. Одна подошва стерта сильнее, чем другая, указываем на след. Интересно. Назовем этот след «странная подошва». Есть какие-нибудь мысли, лейтенант? Кто-то, кто работает на станке с нажимным приводом, например, портовый столяр, он на секунду задумывается. А может, барабанщик? Он сразу же сожалеет, что сказал это. Ничего не говорим, просто киваем. Не знаю, зачем я это сказал. Никакого барабанщика мы не разыскиваем. Мы разыскиваем докеров. Он поднимает указательный палец. Возможно, след принадлежит водителю. У водителей, как правило, правая подошва стирается быстрее, чем левая. Педаль газа вид справа. Задумчиво киваем. Нужно держать ухо в астро рядом с этой пробкой. Вдруг нам на глаза попадется потенциальный подозреваемый. Мне это кажется разумным. Да, вполне разумно. Огу. Лейтенант записывает информацию в свой блокнот и снова переключает внимание на следы в грязи. Как думаешь, сколько этим следам? Около недели. Как раз семь дней назад по информации того, кто сообщил о преступлении, и произошло повешение. Вполне возможно. Откуда вы знаете? Я проверил прогноз погоды на Ревашольском побережье за прошлую неделю. Семь дней подряд стояли заморозки. А за день до них, в день убийства, было тепло. Тоже верно. Минусовая температура способствовала сохранению следов. Вполне возможно, что происшедшие здесь события имели место неделю назад. Что по-твоему произошло? По-моему, толпа людей принесла к дереву что-то тяжелое. Один из участников нес на себе жертву. В основном они топтались там, под деревом. После повешения они выстроились на полукругом лицом к жертве. На первый взгляд, выглядит как самосуд. Так и есть. Они все стояли рядом и смотрели на дерево. Ладно, уходим. Мы это обсуждаем. Ну, кажется, мы продвинулись чуть-чуть вперед в этом анализе. О, деньги. Магнит. Таблетки. Мм. Вот. Фу. Мы установили здоровье. Супер. Да еще и боевой дух на время у нас будет повышен. Хорошо, нам надо как-то с вами денег заработать. Но насчет водителя. Может, еще раз поговорим вот с этим товарищем хмырярищем, а? Подушку посмотрим. Не, ничего. Давайте продвигаться тогда вот в эту часть. Что здесь, кстати? Любовная линия. Закрыта на зиму. Используйте главный вход. А что с любовной линией? Любовь. Гард плюс Сильви. Между ними определенно что-то есть. Вы должны помочь собрату в этой любовной передряге. Дайте гарту ценный совет. Расскажите ему об истинной природе женщин. Пошли, пошли. Вот это я хочу сделать. Прямо посмотреть на то, что же произойдет. Особенно с учетом того, как он нас любит. Ну-ка, друг. О, тетя, а у тебя что-нибудь новое есть? А, нет, ничего. Ну-ка, гард. Все птицы, союм учишь. Вчерашнее меню написано женским почерком. Сегодня начал писать мужчин. А-а-а. А я могу вам помочь? Он поднимает бровь. А. Я кое-что увидел в танцах, гард. И хочу об этом поговорить. Он закатывает глаза. Что? Эм. Гард, я видел вывеску. Там говорилось, что мне нельзя на кухню. Почему мне нельзя на кухню? А вы что, теперь еще и повар? Это не ваше дело. А у меня есть ордер на обыск. У вас нет ордера на обыск. Откуда ты знаешь? Если бы у вас был ордер, вы бы тыкали сейчас им мне в лицо. Он скречивает руки. И вообще, в РГМ в принципе нет ордеров. Я знаю закон. Если вам так туда нужно, придется просто подождать, пока кухня откроется. Хотя вам не нужно. Ты уже понимаешь, что можешь просто зайти в кухню в 13.00. Тут не нужны ни чары, суперзвезды, ни навыки самбо. Самбо это сокращенно от самарийский бокс. Разве они самообороны? Изящное боевое искусство. Как самарийский боксер звучит скрытно, ловко и круто. Так, я заметил знак. Там написано, что столовая зарезервирована для профсоюза. Ну да, слава богу, не всего профсоюза, лишь для самых крикунов. Он презрительно мотает головой. Они приходят по вечерам, тупые, хамоватые, считают себя самыми главными. Но клиенты хорошие, заказывают много, платят вовремя. Он терпеть не может профсоюз, но с неохотой признает его власть. А потому перенаправляет свое раздражение на тебя. Парируй. Жаль, что, чтобы не разориться, тебе приходится присмокаться перед профсоюзом. Не приходится. Я просто предоставляю услугу, а точнее даже способствую предоставлению услуг платежеспособным клиентам. И он выдыхается. Неважно, я не обязан перед вами оправдываться. Лейтенант со значением тебе кивает. Стоит выяснить, кто эти крикуны. Крикуны, значит, разговорчивые. А нам нужна информация. Как нам их найти? Никак. Придется подождать. Рано или поздно они объявятся. Он смотрит в сторону их зала. Людям нужно есть. Даже тем, кто бастует. Не сегодня, а так завтра придут. Я хочу поговорить о другом. Что? Кстати, к этому штоку не стоит вернуться, если ты потом увидишь в танцах еще что-нибудь интересное. Короче, я поговорил с Сильви. Подмигиваем. Боже. Не похоже, что он рад. Остало бы. Вываливаем. Как выяснилось, она шлюха и обожает кататься на карусели хуёв. Прелестно. Да, не скрывая прелестей. Что? Он взволнованно крутится. Что такое карусель хуёв? Ребят, я в этот момент сломался просто. Простите. Ладно. Она будет кружиться на карусели хуёв, пока не состарится, а потом подыщет себе спонсора. До него доходит. Получается, вы с ней говорили? А что еще она обо мне сказала? Чего же более? Говорила, что ей очень нравится карусель хуёв. Веселье. Изобразить, как жизнерадостно крутится карусель из членов. Он смотрит, как ты машешь руками, приваливается к углу стойки и вздыхает. Разбито роняет тяжелую голову. А, знаешь, а ведь это она сломала птицу. Поморника. Нашел его на полу со сломанным крылом. То утро, когда она ушла. Мог бы и сам догадаться, это она меня так послала. В жопу себе эту птицу засунь. Он умолкает и смотрит на стойку. Или эту птицу сломал ты. Так тоже может быть. Кажется, Сильви даже... Да, птица с этим связана. Птица символ надежды. И она ее сломала. А, сломанная птица, перья. Киваем с видом знатока. Все это часть карусели хуев. Хе, невесело смеется он. Карусель хуев. Кажется, до меня дошло. На ней они крутятся. Лет это до тридцати девяти. А, ха-ха-ха-ха-ха. Берет с полки бутылку вина и наливает себе бокал. Они крутятся на карусели хуев, пока не дотекают часики. Вот, возьмите остаток. Он затыкает бутылку и отдает тебе. А теперь позвольте мне выпить и обдумать всю эту срань. Одному. Он смотрит в кровавую жидкость бокаля. Ну вот. Разве не прекрасно? Еще одну ситуацию спас доктор Любовь. Ужасно. Так, а что у нас готово? Поговорите с Гартом, лейтенант Львук. Какие ужасы мы творим, а? Что ж, у нас есть с вами венчик. Чего там? Найдите спиртное и выпейте. Добавьте ячейку предмета в руках и инвентаре, и да свершится чудо. А-а-а, в руки. Прекрасно. О-о-о, привет. Кажется, кто-то нашел бутылку с алкоголем. Вот так и происходят чудеса. А давайте не обращать внимания пока. О, нет, только нету. Это не похоже на тебя, ты... Осматриваем бутылку. На зеленом стекле красного командора играют блики света. Боги благоволят тебя. Открывай быстрее, пока они не передумали. О-о-о. Боги массового потребления создали этот контейнер для хранения алкоголя таким до смешного простым. Его откроет даже ребенок. Нет, нет, я не собираюсь этого делать, игнорю мысли. Ладно, мы не волнуемся. Ты скоро приползаешь обратно к этой бутылке. Мы найдем тебе еще один шанс. Выпивка всегда дает тебе еще один шанс. Нет, не все. Ты упустил свой шанс начать употреблять алкоголь. Но не волнуйся, эту возможность можно будет снова разблокировать через два часа. Ух ты, как приятно. А знаете, пока уберем, я просто подумал еще о таком моменте. Перчатки пока снимем, тоже они, наверное, воняют. А что... Ну, лучше нам сразу и выпить, и покурить. Это будет приятнее. Мысль завершена. Тряпка собирательства. Ух ты, красиво. А теперь к новостям науки. Сегодня в западном Ревашоле сотрудник полиции превратился в тряпку на 49,5%. Это рекордный показатель для нанного феномена. Почти на полпути к тюфяку. Ранее считалось, что такой уровень тряпочности возможен только в коморке уборщицы. Но никак не у стражей правопорядка. В данный момент неизвестно, обратим ли процесс. Все белые проверки разблокированы. Лимит улучшения повышается до 4. Так. Осмотреть тело жертвы. Мы теперь, получается, по новой можем осмотреть его, что ли? Ммм. Такс. Нужно всего лишь побороть рвотные позывы. Да фигас два. Ну да черт бы с ним. Знаете что, давайте-ка на этом мы с вами этот эпизод и закончим. О, а пока мы стоим на месте, ничего не происходит, да? Время не идет. Непонятно. Посему спасибо Миша Лебедева, Миша Фоминос, Зоклики, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайну, Рокки Бальбо, Антону Церу и брату Монзоу. За то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вы здесь на канале. Смотрите это прохождение. Ну и увидимся завтра. А пока на этом все. Удачи и счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.